В этот раз снова вспомним историю и поговорим о таком интересном военно-историческом явлении, как пушечные бронеавтомобили, точнее о последнем их представителе БА-10М. Как создавался и как воевал этот танк на колесах, а главное, почему именно на нем завершилась эпоха пушечных бронемашин на шассе серийных грузовиков. Я уже рассказывал о ставших традиционными в субботних динамических показах военной техники в музее транспорта Москвы, расположенном на Рогожском валу. Эта техника представлена в обширной экспозиции «Моторы войны». Один раз героем моего повествования стал знаменитый ландлизовский трехосный грузовик «Судебекер», а другой раз – гусеничный артиллерийский тягач СТЗ-5. А теперь посетители музея смогли увидеть причем в движении бронеавтомобиль БА-10М. Советские пушечные бронеавтомобили по праву стали одним из символов начального периода Великой Отечественной войны. Ведь наиболее активная фаза боевого применения таких бронеавтомобилей приходится на 1941-1942 годы. Главным образом именно тогда их можно увидеть и в советской и в немецкой фотокинохронике. В последнем случае главным образом в качестве машин или уничтоженных, или брошенных из-за недостатка горючего, поломок или застревания в грязи, ставших впоследствии вражескими трофеями. Итак, откуда начал свой путь герой нашего рассказа БА-10М? В 30-х годах в Советском Союзе разработали и запустили в производство несколько моделей бронемашин легкого и среднего классов, с двумя или тремя осями, с пулеметным или пулеметно-пушечным вооружением, включая даже плавающие модели. Трехосный БА-10М без преувеличения стал венцом этой работы, вобрав в себя весь опыт создания и освоения в серии данного вида боевой техники. По огневой мощи эта бронемашина была сопоставима с самым распространенным в ту пору легким танком Т-26, от которого для нее взяли башню. При этом использование шасси серийного грузовика делало бронемашину менее затратной в производстве. Казалось бы, чего проще? Берешь стандартное грузовое шасси, выпускаемое сотнями и тысячами, ставишь на него бронекорпус и водружаешь на него башню с пушкой, опять же серийно выпускаемую на заводе только танковым. И фрем, получается дешево и сердито, цена сравнительно небольшая, тогда как огневая мощь, как у того же Т-26, а по меркам тридцатых это была грозная боевая машина. Если говорить конкретно об А-10, то для него решено было использовать шасси запущенного в серию в 1936 году на Горговском автомобильном заводе грузового автомобиля ГАЗ-3А с колесной формулой 6х4, который за счет дополнительного третьего моста получился более грузоподъемным и проходимым по сравнению с двухосным ГАЗ-АА. Впрочем, просто взять и водрузить на это шасси бронекорпус не получилось. Даже при противопульном бронировании башенный бронегрузовик получался слишком тяжелым для серийной ходовой части, поэтому эту самую ходовую часть пришлось облегчать. Для этого на Ежерском заводе, где организовали серийное производство бронемашины, у газовского шасси уменьшали колесную базу и укорачивали задний свес. С той же цели у заимствованной от танка Т-26 башни убрали задний выступ, где хранился бронекомплект и перенесли укладку снарядов в нижнюю часть основного корпуса. Отдельно стоит сказать о шинах таких бронеавтомобилей. Действительно, раз экипаж и агрегаты защищены от обстрела броней, то шины получаются самым уязвимым местом, при этом критически важным для подвижности, а значит и для выполнения боевой задачи. Поэтому вместо обычных серийных шин бронеавтомобилей комплектовали так называемыми гузматиками. Внешне они выглядят как самые обычные пневматические шины, которые в те годы ставили на газовские грузовики, но обладают пулестойкостью, потому что вместо камеры с воздухом их покрышка заполнена губчатой резиной. У применяемости гузматиков, которыми также комплектовали полевые пушки, было одно серьезное ограничение, при движении на скорости свыше 40 км в час они начинали перегреваться, поэтому в мирное время бронеавтомобили часто переобували в обычные шины от грузовиков. Итак, как же развивался проект советского автомобиля-танка? Сначала в 1936 году расположенный в Ленинграде Ижорский завод освоил на шасси ГАЗ-3А выпуск трехосного пушечного бронеавтомобиля БА-6 боевой массой 5,12 тонны с экипажем из четырех человек. Его вооружили пушкой калибра 45 мм и двумя 7,62 пулеметами ДТ. А начиная с 1939 года в производство пошел ставший его развитием БА-6М, конструкции которого в частности учли опыт войны в Испании. Например, расположенный перед кабиной ГАЗ-3А топливный бак перенесли за нее, а бронелисты корпуса расположились с более рациональным уклоном. Серийный образец этого бронеавтомобиля и получил название БА-10. Боевое крещение БА-10 прошел на Халкинголе в вооруженном конфликте с японцами, где показал себя весьма грозным оружием. Но выявился и ряд его недостатков. Например, неудачным, точнее опасным для экипажа, было признано расположение бензобаков в боевом отделении буквально за головами сидящих спереди водителя и пулеметчика. Кроме того, если в монгольских степях проходимость БА-10 еще была приемлема, то во время советско-финской войны снег напрочь сковывал маневры соединения БА-10 буквально привязывая их к дорогам. Гусеничные ленты для установки на заднюю пару колес далеко не всегда решали эту проблему. Поэтому в сентябре 1939 года Ижорский завод начал выпуск модернизированного БА-10М, у которого усовершенствовали механизм поворота башни, изменили крепление глушителя, инструментального ящика и гусеничных лент и установили ящики для запасных радиоламп и зипа, а топливные баки перенесли из боевого отделения наружу, расположив их в бронекоробах на крыльях задних колес. Как это обычно бывает, в результате модернизации в сторону увеличения поползла снаряженная масса, которая выросла до 5,5 тонн. В таком виде БА-10М выпускали до сентября 1941 года и из-за расположения завода в военное время поставляли главным образом на Ленинградский фронт. Но почему выпуск БА-10М не продолжили и дальше, перенеся производство, скажем, за Урал, как это было сделано со многими другими образцами вооружений. Случилось, точнее не случилось этого, на первый взгляд, по тому же, почему свернули выпуск танка Т-26, а именно из-за слабых как огневой мощи, так и бронезащитных свойств. Ведь бронемашины 30-х создавались в первую очередь для противодействия пехоте и коннице, на поле боя ничем не защищенной и не имевшей средств для борьбы с бронетехникой. Но с началом войны задачи этой самой бронетехники значительно изменились. Теперь ей противостояла противотанковая артиллерия, которой все больше насыщались пехотные части. А поражать надо было не только пехотинцев и огневые точки, а все шире применяемую технику с противоснарядной броней. И все же у легких танков даже в этих изменившихся условиях оставались какие-то перспективы, поэтому их еще какое-то время продолжали выпускать и разрабатывать все воюющие стороны. Тот же хорошо известный Т-70 выпускали аж до октября 43-го года. А вот на колесных танках вроде БА-10Т в нашей стране уже осенью 41-го года однозначно поставили крест. И даже не стали доводить до конца разработку более мощного и тяжелого пушечного бронеавтомобиля БА-11 на шасси более грузоподъемного ЗИС-6. Почему? Дело в том, что встретив сильный огонь противотанковых средств, даже самый легкий танк мог осуществить обходной маневр. То есть просто обойти опорный пункт вне зависимости от прилегающей местности по любой грязи или снегу и ударить во фланг или в тыл. А колесные бронемашины так не могли, проходимость не позволяла. Они были намертво привязаны к дорожной сети и не могли противопоставить маневр противотанковым средствам. А без этого во Второй мировой войне у них уже не было никаких шансов. Именно поэтому Советский Союз распрощался с колесными танками навсегда. Во второй половине 20-го века им на смену пришли колесные бронемашины для решения совсем иных задач БТР и БРДМ с пулеметным вооружением. Что касается героя нашего рассказа, то его производственная история характеризуется следующей статистикой. БА-6 был построен в количестве 431 машины, а его наследник БА-10 стал самым массовым предвоенным советским бронеавтомобилем и самым массовым советским пушечным бронеавтомобилем. Его изготовили в количестве 3386 машин, из которых около 2000 приходится на наиболее совершенный БА-10М. В советской армии этот бронеавтомобиль закончил свою боевую биографию примерно там же, где и начинал, летом 45-го года в борьбе с японцами в степях Монголии. Но финны использовали захваченные, а китайцы подаренные БА-10 еще довольно долго, вплоть до конца 50-х годов. Субтитры сделал DimaTorzok